привет друзья с вами успехи ловите интересную идею как вкусно приготовить макароны сковородку на огонь столовую ложку топленого масла можно заменить сливочным растительным как вам нравится жду пока немного нагреется сковородку макароны граммов 300 друзья перемешиваю пусть жарятся об эту кастрюльку 500 миллилитров молока и 150 миллилитров воды пусть греется ну что жарим макароны макарошки перемешиваем чтобы они равномерно прожарились и некрасивый получаются друзья а как же они вкусно пахнут потому как я их обжариваю на отоплено маслица которая делаю сама свеженько еще и застыть не успела процессе я покажу как его делаю проще простого так смотрим сейчас как пообедаем ну все друзья достаточно обжарили красивые и сейчас на этом этапе беру и заливаю горячим молоком красота так это еще не все серединку выкладываю один плавленый сырок беру хорошего качества чтобы он хорошо плавился до солю по вкусу примерно пол чайной ложечки соли и из специй добавлю сушеного чесночка аромата красота как накрывают крышкой и готовлю на среднем огонечке 10 минут посмотрите какие пузырьки но ничего нигде не выскакивает так что сережка прошло 10 минут открываем ту-ду-ду-ду-ду-ду вау посмотрите какая красота немножко перемешиваю плавленый сырок не трогаю я хочу чтобы он растворился сам по себе накрываю и продолжаю тушить дальше давай смотреть что там не знаю нужно посмотреть сережка вау посмотрите какая красота соус макарошки все в одном готова или нет беру одну макарошку еще три минутки сковороде макароны варятся дольше друзья часто задаете вопросы как я делаю топленое масло показываю кастрюля с водой на огонь сверху миска беру сливочное масло не меньше 82 процентов жирности и выкладываю в миску масло у меня комнатной температуры друзья и вот так да колбаска ахи колбаска сережка и 2 пошла общий вес будет примерно 950 граммов а это оставлю на кашу все и ничего не трогая жду пока масло растает когда масло растаяло образовалась вот такая вот пленочка аккуратно ее собираю при этом масло не перемешиваю вот так и друзья эту пенку можно использовать выпечку да и в кашу добавить тоже будет аромат масло хорошего качества пенки совсем чуть-чуть видно что масло мутное поэтому его нужно еще топить очень важно следить чтобы в кастрюльке была вода ну вот друзья прошло у меня примерно один час двадцать минут я вижу что уже просматривается осадок собираю сверху счет эту пеночку какая красота друзья теперь аккуратненько разливаю по баночкам процеживаю через марлечку аккуратно чтобы осадок весь остался внизу а сейчас видно четко покажу же вам посмотрите какое маслице шумит да даю остыть в холодильнике прекрасно и жарить и в кашку и на картофельное пюре твои друзья очень рекомендую а что же делать с осадком осадок я использую выпечки на пеку вкусный линчика вы давай уже так есть хочется друзья прошло 20 минут у меня макароны твердых сортов и сейчас на этом этапе добавляю черный молотый перчик по вкусу зелень у меня укроп нет сережка боюсь переборщить и перемешиваю друзья все перемешиваю молочко выпарилась плавленый сырок расплавился я вам хочу сказать это просто вкусно ставим лайк я насыпаю а подавать будем вот с такими просто помидорками по простому по-домашнему давай насыпаю уже пять минут прошло слушаюсь и повинуюсь друзья казалось бы что здесь такого самое простое блюдо а вкусно и так по-домашнему посмотрите какие жареные макарошки в соусе не нужно никакого места столько вкуса сливочного молочного красота 1 пошел все друзья ставьте лайки комментируйте делитесь своими рецептами а мы пообедаем все семьей выходной все-таки